Приветствую вас. Вы говорите о том, что вроде бы все описали про своего ребенка, но на самом деле вы не написали ничего про ваше взаимодействие внутри семьи. Вы не написали ничего про то, как устроены ваши отношения в семье, какие у вас отношения с мужем, какие у вас отношения с ребенком, как часто вы слышите ее, играете с ней и прочее. Ее агрессия против уроков и уборок связана с вашим отношением к этому. И можно лишь только гадать, какой контекст это имеет. Возможно, вы воспринимаете учебу как такую обязаловку, не совсем приятную, не совсем комфортную. Так что я не очень понял, зачем репетитор по-английскому. То есть, ребенок хочет язык учить или нет. То есть, как бы, зачем. Очень многие родители делают ошибку, привношая уроки в такую каторгу, заставляя ребенка делать их и так далее. Но заставлять-то зачем? Таким образом, вы отбиваете всю охоту у ребенка что-либо учить. Также вы отбиваете у ребенка охоту убираться, с тем, что вы постоянно представляете ее это делать. На самом деле, на самом деле, лучше пустить все свободное плавание и позволить ребенку не делать уроки, позволить ей самой отбиваться за какие-то вещи. Но при этом, самостоятельно выражать свое отношение как бы. Да? То есть, например, выражать расстройство этим, выражать сожаление, разочарование, что-то еще. Да? То есть, более эмоционально и менее директивно взаимодействовать с ребенком. Но, ребенок это ваше отражение. Это отражение ваших проблем. Это отражение ваших конфликтов. Это отражение ваших противоречий. И нужно разобраться с тем, какие проблемы у вас лично или у вас смутят. Тогда и будет понятно, что делать дальше. Пока что, на крайне критический случай, книга Юлии Борисовны «Общаться с ребенком как», я вам рекомендую. Дальше уже можно будет работать с вами. Ребенка имеет смысл направить к клиент-центрированному психологу. Препернося это как игру. То есть, ну, не говоря ребенку, что это психолог и так далее. Потому что дети достаточно негативно воспринимают эту ссору. Либо, наоборот, сказав откровенно, что вы беспокоитесь ее вспышками, агрессией и, соответственно, хотите, чтобы ей помогли. Вот. Но сессии с клиент-центрированным психологом будут достаточно продолжительные. То есть, это не один раз, не два, не три. Потому что необходимо установить такое вот доверие между психологом и ребенком. Вот. Так что, с одной стороны книга, с другой стороны направление ребенка к психологу, клиент-центрированному. Вот. По возможности. И ваша работа также с психологом. Может быть совместная с мужем, может быть самостоятельная ваша для определения ваших собственных проблем. Вот. Такая вот история. В принципе, в книге Юлии Борисовны Гиббинрейтер содержатся все упражнения, которые вы можете выполнить для налаживания связи, ну, для налаживания позитивного контакта, контакта с ребенком. Но для этого придется отказаться от некоторых вещей, которые сейчас вам кажутся обязательными. Это не обязательно уроки и не обязательно уборка, это речь идет скорее о более таких деликатных историях, о более деликатном моменте. Ну, вы сами, вы сами все увидите. Вот. Такой ответ, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Обратите внимание, да, надеюсь, что вы заставляете ребенка убираться, и это вот дело уроки. То есть я, конечно, не знаю условий вашего проживания, но если ребенок живет в отдельной комнате, то, соответственно, действует лучше, так же как срок. По-другому вы ребенку просто не научите личной ответственности, понимаете. Заставляя его, вы лишь только демонстрируете снова и снова, что он может чего-то не делать и за него все сделает. То есть в определенный момент его возьмут и спасут. Вот. Ну и, конечно, агрессия на это связана с тем, что ребенок в этом видит угрозу. Какую угрозу? Большой вопрос. И дело здесь не в жительнице, которая была плохая, а в том, какая атмосфера и взаимоотношения в вашей семье. Я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что проблема ваша разрешится. Вот. Удачи!